Всем привет! Сегодняшняя тема будет звучать так. Вы взяли кредит в МФО и не можете его платить. Сокращенно просрочка в МФО, что делать? Если вам интересна эта тема, то советую вам посмотреть это видео до конца. А я начинаю. Итак, так сложилось в вашей жизни, что вы взяли кредит в микрофинансовой организации. МФО так называемая. Это очень удобная вещь, потому что, например, лежите вы дома, нет у вас денег, но вы захотели пиццу, как показывают в соответствующей рекламе. Просто заходите в мобильное приложение, скачиваете его и оформляете там этот кредит онлайн за очень короткое время. Эти деньги тут же падают вам на карту и вы уже сразу же можете купить то, что хотели. Это очень удобно и если использовать такой принцип краткосрочно, например, вы понимаете, что вы взяли кредит реально на несколько дней, то ваша переплата будет действительно незначительной и нет смысла отказывать себе в чем-то. Вы там переплатите, может быть, пару сотен гривен и это абсолютно нормально, чтобы не отказать себе в каком-то желании здесь и сейчас. Но здесь вы должны быть крайне аккуратны и просчитывать, что такие кредиты в долгосрочной перспективе, они становятся проблемой. То есть, если вы понимаете, что не можете отдать этот кредит хотя бы в течение недели, а будете отдавать его несколько месяцев, то не удивляйтесь, вы переплатите и фактически вы отдадите ту сумму, которую взяли за эти несколько недель, а может быть еще вдвойне и втройне, все будет зависеть от условий кредита, который вы берете. А если вы берете, например, 10 тысяч гривен на 6 месяцев, то знайте, что вы отдадите все 30 как минимум. То есть, внимательно изучите условия, внимательно поймите, что вам этот кредит станет, во сколько он вам обойдется. Готовы ли вы платить такие суммы, способны ли вы обеспечить их, потому что к нам приходит большое количество людей с удивлением и возмущением. Как это я взял 10 тысяч и вот я платил-платил, я уже отдал 20 и я должен еще 40, потому что такие условия, на которых вы брали эти 10. То есть, будьте внимательны, будьте ответственны, то есть изучите вначале эти условия и, соответственно, оцените ваши возможности. Это удобный инструмент, если подходить к нему разумно. Если подходить неразумно, то вы попадете в кабалу и не сможете отдать. И потом не удивляйтесь, что финансовая компания будет максимально давить на вас, чтобы получить свои деньги. Она, в принципе, действует в рамках закона. Но здесь момент уже в том, что вы должны быть внимательны. Да, есть еще второй вопрос, что эта финансовая компания может злоупотреблять своими правами. Она может слишком завышать проценты, пение и так далее. Если вы попали в эту ситуацию, то уже только в судебном порядке вам это решать. Поэтому ситуация простая. Прежде чем вы хотите взять микрозайм, подумайте, способны ли вы его обслуживать. На какой срок вы хотите его взять и сколько вам это все вообще обойдется. И если вы увидите, что это нереально, лучше не берите. Отложите эмоции в сторону и не сделайте покупку. Но если все сходится, то тогда смело берите. Но если вы уже попали в ту категорию людей, которые не смело отказаться от эмоций, не заметили, не просчитали, не увидели, или уже просто это сделали еще до того, как увидели мое видео, то что же делать в этом случае? Если вам уже нечем платить, вы в это все уже влезли и у вас уже достаточно плохая ситуация, то в этом случае в первую очередь не паникуйте, не отчаивайтесь. Знаете, закон на вашей стороне. Коллектора, МФО, любые должны работать только в правовом поле. То есть никаких физических воздействий, приезда коллекторов, еще чего-то быть не может. Все, что может быть, это иск в суд на взыскание с вас задолженности. И если такой иск в суд поступает, то вам уже нужно просто судиться. Решение суда фиксирует сумму долга, которую вы будете отдавать. Эта сумма не будет расти, не будет ни пений, не будет никаких штрафов, ни процентов. Более того, суд может убрать все те завышенности, которые мог вам насчитать кредитор. Предположим, вы взяли 10 тысяч гривен, отдали 5 всего суммарно и кредитор выставляет вам еще 30. Так вот суд может присудить вам 5, 7, 8 тысяч, а не те 30, которые хочет ваш кредитор. То есть не бойтесь суда. Суд как раз это хорошо для вас. Суд может зафиксировать ваш размер долга значительно меньше, чем он есть. И дальше он уже никуда не будет деваться, и вы можете эту сумму фиксированно, спокойно отдавать через исполнительную службу хоть по 500 гривен в месяц. И ничего не будет происходить. И как только вы отдадите все 8 тысяч, вам это дело закроют. Поэтому суда не бойтесь. Если не можете защититься самостоятельно, обратитесь к специалисту, который произведет эту защиту. Поэтому суд это, грубо говоря, для вас хорошо. Если вы уже попали в ситуацию невозможности платить, уведомьте вашего кредитора как по колл-центру, так и официальным письмом. Потом в суде это вам зачтется, это будет хорошо. Укажите, почему вы не можете платить. Если еще приложите к этому какие-то доказательства, это будет вообще супер. Поэтому два основных пункта. Не можете платить, значит не платите. Это форс-мажор, это возможно. И помните, никогда не надо платить сколько-нибудь. Надо либо платить то, что у вас по договору, либо не платить ничего. Если вы не платите ничего, уведомляете вашего кредитора. Если он готов вступить с вами в процесс диалога и решить этот вопрос мирно, и пойти вам на уступки, то вы можете решить этот вопрос переговорами, договориться о какой-то фиксированной оплате, оплатить ее и закрыть ваше долговое обязательство. Если не получается, не хочет идти кредитор на встречу, то просто-напросто идете в суд или сами, или ждете, когда подаст кредитор. Помните, суд для вас это решение вопроса, тоже частичное. Поэтому не стоит его бояться. Вот такая информация. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы знать обо всех наших новых видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях, мы будем с радостью на них отвечать. И напоминаю, что если вам нужна помощь нашей команды, в том числе в переговорах или в судах против МФО, записаться к нам на консультацию вы можете по телефону нашего контакт-центра. Телефон в описании к этому видео. Всем успехов!